Привет! Сегодня я к вам с рецептом вареников с картофелем. Покажу, как я делаю тесто для вареников, из которого лепить вареники одно удовольствие. И самое главное, из такого теста вареники не развариваются во время варки и не трескаются во время заморозки. Еще расскажу, как приготовить очень вкусную картофельную начинку для вареников. Итак, приготовим тесто. В миску просеем 500 грамм муки. Сделаем углубление. Разбиваем 2 яйца. В небольшую миску вливаем 190 миллилитров воды горячей, но не кипящей и 60 миллилитров растительного масла. Перемешиваем. К муке с яйцом добавляем 1 чайную ложку соли. Начинаем смешивать с мукой и вливаем воду с маслом. Замешиваем тесто. В процессе замешивания добавляем оставшуюся муку. Тесто должно получиться тугим. Так и должно быть. Мне сегодня потребовалось дополнительное 100 грамм муки. Все зависит от размера яиц и самой муки. Иногда требуется 150 грамм муки. Вымешиваем до гладкости и убираем тесто в мешочек. Обязательно даем ему постоять минут 20-30. Приготовим начинку. Почистим картофель. Вес очищенного картофеля 1 килограмм. Порежем, чтобы быстрее сварился. Кладем в кастрюлю. У меня объемом 2,8 литра. Добавляем соль. Заливаем водой. И варим до готовности. Одновременно почистим лук. Вес очищенного лука 350 грамм. Порежем кубиками. Берем подходящую сковороду. Кладем 120 грамм сливочного масла. Даем ему растаять на небольшом огне. И кладем порезанный лук. Лук обязательно немного подсолите. Его будет сначала много, но в процессе жарки он ужарится. Жарим на медленном огне до золотистого цвета. Но следите, чтобы не подгорел. С готового картофеля сливаем воду. И при помощи картофеля мелкий превращаем в пюре. В процессе добавим немного молока. Милл в 100. И теперь, когда пюре готово, добавляем лук с маслом. И перемешиваем ложкой. Должно получиться очень вкусное пюре. Попробуйте на вкус и отрегулируйте на соль. И добавьте черный перец. По желанию можно добавить зелень укропа. У нас есть нелюбители, поэтому я не добавляю. Тесто вынимаем из мешочка. Оно за это время стало пластичным. К рукам не липнет. Поэтому во время лепки практически не требует дополнительно использовать муку. Делим тесто на 4 части. Из одной части катаем жгутик. Получившийся жгутик делим на части. У меня весом примерно по 12 грамм. Все зависит, какого размера вы хотите получить в варенике. Берем кусочек теста и раскатываем скалкой круг. На середину кладем начинку. И закрепляем края. Проходим еще раз, чтобы края хорошо закрепились. Да, тесто, которое дожидаются, лучше прикрыть слофаном, чтобы не заветрило. Так продолжаем лепить вареники. Из данного количества получается примерно 90 вареников. Можно заморозить, а можно отварить. Отвариваю так. В кастрюлю большую, объемом 5 литров, наливаем воду. У меня фирмы Талер. Добавляем соль. Кстати, обратите внимание, это стильная кастрюля-новинка. Можно купить как по отдельности, так и сразу набором. Сейчас в официальном интернет-магазине посуда Талер действует скидка 40% на выборочный ассортимент продукции, в том числе и на этот набор. Ссылку для вашего удобства я оставила в описании под видео. Отваривать вареники лучше небольшими порциями. Как вода закипит, опускаем вареники. Как всплывут, варим 3 минуты и вынимаем. Во время варки вареников я добавляю кусочек сливочного масла или добавляю пару столовых ложек растительного масла. Это поможет избежать склеивания вареников после остывания. Подаем с пылу жару со сливочным маслом или со сметаной. Напишите в комментариях, какая ваша любимая начинка для вареников. Буду рада быть вам полезной, если рецепт вам пригодится. А я вам желаю приятного аппетита и отличного настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok